Итак, что говорит этот парень? В 2002 году, он говорит, меня похитили отца, то есть прямо ворвались домой и похитили, он пропал без вести с тех пор. Саламу алейкум, Тумсо, что бы мы тут ни говорили, Кадыров уже готовится к бегству, он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Значит, Кадыров, сейчас будет для тебя очень важная информация, я не шучу, здесь не будет никакого троллинга и не будет никакой критики даже в твой адрес. Наоборот, сейчас я тебе дам очень важную информацию по одному человеку, которого ты ищешь. Можешь считать, что я тебе сейчас стукану на него, но я реально помогу тебе его найти. Итак, 2015 год, 7 лет назад, Кадыров собирает, дает команду собрать всю бородатую молодежь в городе Урус-Мартан. Их собирают, задерживают просто на улице, тупо ездит представитель кадыровской власти, видят на улице любого молодого парня, у которого не то чтобы там даже борода, немножко щечена у него и укороченные там или сбритые усы, все, его, значит, хватают, забирают, какой-то актовый зал забирают большое количество чеченской молодежи. И Кадыров, туда приезжает Кадыров, приезжает Салах, Межи и вся вот эта кадыровская свита. И, значит, Кадыров им начинает там объяснять, проводит с ними профилактическую беседу по поводу того, что бороды носить нельзя на фоне со сбритыми усами. Это очень важный такой вопрос был в то время, 2014-2015 год, сейчас после этого они все там опустили бороды, а до этого это был прям какой-то вот принципиальный вопрос. Усы, как вот Северная Корея, знаете, у них есть разрешенные прически, в Чечне так же было по бородам, нельзя было укорачивать или сбривать усы и опускать бороды. И вот один из задержанных молодых ребят обращается к Кадырову по поводу своего отца, похищенного в 2002 году российскими войсками и пропавшего без вести. Давайте послушаем, что сказал тогда этот парень и что ему ответил Кадыров. 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 В 2002-2003-2004 годы и положили, что она затягивает. То есть ищут ли их родных тогда пропавших без вести. Кадыров ему отвечает, что значит я полностью разделяю с тобой твою беду. Это огромная беда, которая вас коснулась. И у меня, он говорит, даже вот мурашки по коже, когда я с тобой об этом говорю. Я, говорит, ищу. То есть мы занимаемся тем, чтобы наказать виновных, тех, кто похищал тогда людей. И я, говорит, ищу Студеникина, который тогда был заместителем командующего спецоперациями. Мы, говорит, за ним охотимся, чуть ли его ищем. Не можем найти этого человека, чтобы его наказать. Так как он, будучи командующим этими спецоперациями, именно он несет ответственность за то, что похищали людей и они пропадали без вести. Там я немножко обрезал. На самом деле речь Кадырова, она долгая. Он сначала объясняет этому парню, что ждать родственников уже смысла нет. Их убили. Нет надежды на то, что они будут живы. И вот затем он говорит, что я, говорит, тем не менее, я хочу наказать тех, кто виновен, то есть тех, кто их убил, кто несет ответственность. И вот этот Студеникин, Кадыров его найти не может. Очень пытается, он его ищет, найти не может. Вот сейчас я помогу Кадырову, я дам информацию Кадырову о том, как найти вообще, где он находится. Непосредственно я сейчас укажу на этого Студеникина. Эту информацию прислал мне один из моих подписчиков, за что ему огромная благодарность. Значит, смотри, Кадыров, Студеникин, ты не представляешь, где он от тебя спрятался. Он спрятался от тебя в ОДКБ. Он теперь возглавил объединенный штаб ОДКБ. Он его возглавляет чуть ли там с 2012 года. Вот ты можешь почитать здесь информацию про него. Если у тебя вдруг есть какие-то сомнения, что это не тот Студеникин, это просто его однофамилец и так далее. Вот в доказательство, смотри, здесь приводится вот эта вырезка из его биографии. Он действительно участвовал в боевых действиях на территории Ченской Республики. И некоторое время он занимал должность заместителя командующего объединенной группировкой войск. Сил на Северном Кавказе координировал подготовку и проведение спецопераций. Это вот тот самый, нет никаких сомнений, потому что это тот человек, который тебе нужен. Командующий спецоперациями. Все это время он от тебя очень успешно, оказывается, прятался в этом ОДКБ. Он, представляешь, уже занимает должность, название у него генерал-лейтенант. Насколько он поднялся по карьере. Я понимаю, что найти его наверняка было очень сложно. Тем не менее, вот эта информация подвернулась, я тебе ее передаю. Немедленно, сейчас, как только ты меня услышал, отправляй туда спецподразделения, батальоны Ахмат, уголовный розыск, ОРЧ, ОРБ. Всех отправляй, немедленно задержите этого человека, привезите его в республику и судите его. Его же нужно отдать под суд, Кадыра. У тебя сейчас реально есть шанс ответить за те слова, что ты сказал в 2015 году. Ты сказал этому парню на его просьбу о своем отце, на его интерес. Ты ответил ему, что ты ищешь преступников, ищешь Студеникина, сам назвал его фамилию, для того, чтобы его наказать. Мол, ты не можешь его просто найти. И вот мы тебе помогли, вот благодаря этому подписчику моему мы тебе дали исчерпывающую информацию о том, где его найти. Сейчас мяч на твоей стороне. Тебе просто нужно его наказать. Давайте, проведите работу. У вас в ваших руках есть все необходимое. Власть, МВД, прокуратура, все, что вам нужно, у вас есть. Человек, его местонахождение, должность, все у вас есть. Вам осталось только действовать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новости на ЧКТРК «Грязный», как этот преступник будет сидеть в клетке в каком-нибудь районном суде города Грозного, и начнется судебный процесс над ним. Сначала услышим, что его арестовали по запросу из МВД Чечни, а потом, значит, привезли, доставили, начался судебный процесс, и он отправится за решетку. Мы ждем Кадырова. Смотри, не подведи. У меня огромная надежда на тебя. Мы ждем хороших вестей. Еще раз хочу высказать благодарность этому человеку, который прислал мне эту информацию. Извини, брат, я твой ролик не стал публиковать, потому что там был лишний логотип, там не нужна информация, но я ее использовал, и я прошу тебя в дальнейшем тоже вести такую работу, находить подобные моменты, присылать. Я буду их озвучивать, иншалла. Тумсо, я тебе спасибо, что озвучил, я в этом ролике и про Шаманова с Давудовым инфу кинул. Кстати, Тумсо, студии Микина должны доставить те же оперативники, которые доставили Зарему Янглубаеву. Я видел про Шаманова, это я тоже видел. Я на самом деле готов, ну не буду придираться к тому, если туда поедут не именно эти оперативники. Да пусть любые, пусть хоть какие-нибудь туда поедут и доставят этого преступника. Я думаю, туда можно отправить вообще целый спецназ, не нескольких человек, но все-таки генерал-лейтенант, может быть нам сложнее будет его доставлять, поэтому спецназ кадыровский можно отправить во главе там. Вот можно этого Адама Делимханова вытащить, он же ездил в Мариуполь, что-то там командовал, за это получил Героя России. Вот можно обратно его вытащить, с этими же подчиненными ему тогда, и отправить его, значит, доставить Студеникина в Чечню. Значит, Кадыра, у меня для тебя еще одна очень важная информация. После того, как в прошлом эфире, помнишь, про Студеникина я тебе дал, рассказал о его месте работы, где его можно найти и задержать, чтобы он пристал перед судом. После этого моего ролика со мной связался сам Студеникин, Александр Игоревич. И он написал мне письмо, имейл, и попросил его зачитать в этом эфире. Я отвечаю на его просьбу, значит, читаю тебе его ответ. Пишет Александр Игоревич. Уважаемый Тумсо, видел ваше обращение к Кадырову, где вы сообщили ему о месте моей работы. Передайте, пожалуйста, в своем эфире этому недоумку, это цитата, я прошу прощения, Кадыров, что если он вздумает начать в отношении меня уголовное преследование, я подам на него встречное заявление за гибель наших солдат в селении Комсомольском, которые, как я считаю, погибли из-за бездействия Кадырова. Я видел видео, в котором Кадыров рассказывает, как он разогнал 1500 боевиков в селении Бачи-Юрт. Вот так описывал Кадыров то, как они разбегались, увидев его. И здесь я подтверждаю это видео. Действительно, такие слова Кадыров говорил, и в этом видео, в полной версии, он говорит, что их было 1500 человек, потом они сами его признавали. Видимо, это же видео посмотрел Студеникин. Так вот, дальше пишет Студеникин. Он мог в одиночку также разогнать всех в селении Комсомольском, как тогда в Бачи-Юрте. Ведь в Комсомольском было как раз такое же количество боевиков, как и тогда в Бачи-Юрте, 1500 человек. Но он не сделал этого. В результате мы потеряли сотни бесценных жизней наших солдат. Вот видео доказательства моих слов. И он прислал мне видеоролик, это видео агентство Associated Press, снятое тогда, в 2000 году, в селении Комсомольском. Давайте посмотрим. Здесь, как мы видим, этот военачальник, он действительно подтверждает, что там приблизительно полторы тысячи боевиков. В общем, пусть лучше оставит меня в покое, подытожил свое письмо Студеникин. Что я тут могу добавить Кадырову? Действительно, ситуация сложная. Я так понимаю, что у него есть, что тебе предъявить. Ведь доказательная база, как бы серьезная. Аргументация у него тоже будет серьезная, если он подаст на себя встречное заявление. И действительно, это можно квалифицировать, как жертвы, понесенные из-за твоего бездействия. Раз ты мог разогнать полторы тысячи боевиков в селении Бачи-Юрт, почему ты не сделал то же самое в селении Комсомольском, где они потеряли сотни солдат убитыми? Этих жертв можно было бы избежать, если бы ты просто точно так же приехал бы туда, вышел бы из машины, и приблизительно такое же количество боевиков они должны были также разбежаться и в селении Комсомольском. Логика как бы в его доводах, логика есть в доводах Студеникина. Поэтому тебе, наверное, стоит хорошенько подумать, прежде чем отправлять за ним спецназ Ахмат. Ахмат, может быть, это выйдет в итоге тебе боком, если он реально подаст это встречное заявление. Может быть, вам стоит действительно как-то заключить какое-то мирное соглашение и отказаться от претензий друг к другу. В общем, подумай об этом, я передал тебе слова Студеникина. Решение будет за тобой. Любое решение, которое ты примешь, конечно же, мы в итоге с ним вынуждены будем согласиться, куда мы денемся. Салам алейкум, Томсо. Что бы мы тут ни говорили, Кадыров уже готовится к бегству. Он знает, что очень скоро всем кадыровцам и его одноразовым будет не очень сладко. Не, я не согласен с тобой. Кадыров не может готовиться к бегству. Ты что? Ты человек, который в одиночку разгонял по полторы тысячи человек. Это мастер спорта по боксу. Он же кандидат экономических наук. Он же заслуженный строитель, по-моему, хранитель Корана, служитель Ислама, защитник Сунны и мусульман. Он же академик. Он же генерал-майор. Или уже генерал-лейтенант. Я забыл уже, какие у него должности. Он же герой России. Куда бы этот человек ни втыкался, он везде брал самые высокие награды, чины. Он в одиночку задушил удава, обезвредил крокодила. Это я сам лично видел в видео. Вы можете загуглить. Поэтому навряд ли такой человек будет бежать. Просто нереально. Субтитры создавал DimaTorzok